Все курсы и марафоны для снижения веса делятся на две группы. В первой сладкое под запретом, и во второй разрешают десерты, шоколад и даже выпечку. Почему одни ставят строгие рамки ни одной ложки сахара в чашку, в то время как другие выставляют результаты до и после с минусом в 20 кг? С поддержкой от Наполеона худеть, конечно, комфортнее и приятнее само собой. Ну вы поняли, да? Но не обманываете ли вы себя, соглашаясь на сладкие радости при снижении веса? Как со сладким? Худеется легче или тяжелее? Расскажу, как это бывает не в теории, а у людей. Всем привет! Я Светлана Никичук, нутрицелолог. Как? Люблю, обожаю десерты, но во-первых, я научилась их готовить низкокалорийными, а во-вторых, могу остановиться, а это, знаете ли, суперспособно. Но так было не всегда, и об этом я уже рассказывала в предыдущих видео о моем похудении. Посмотрите их, чтобы не совершать ошибок в питании. Запомните, это важно. Когда вы решите похудеть, как кто-то на работе, или кто-то такой простой и доброжелательный с тиктока, например, с фразой «Я ел только это, и вот мои заветные 50 кг, давай со мной, пиши». Каждый эксперимент с рационом, диетой, исключением какого-либо продукта или нутриента наш организм запоминает и делает все, чтобы вы не угробили его в следующий раз. Запускает компенсаторные реакции, замедляет обмен веществ, повышает аппетит, снижает чувство насыщения, делает вас зависимыми от сладостей. Все, чтобы накопить больше запасов, если вдруг вам в голову придет повторить эксперимент еще разок. Наш организм очень запаслив. Чем чаще и жестче диета, тем больше запасов. Представьте, что ваше тело – это телефон, и он попал в руки к ребенку, который ничего в нем не понимает. Хотя сейчас, по-моему, сложно таких найти. Но все же, он интуитивно навключал какие-то приложения, нащелкал настройки, и в результате телефон глючит. Звонок не слышно, будильник срабатывает каждые 5 минут, и при этом звучит самый раздражающий сигнал. К тому же, сделал покупку онлайн, и самое страшное – стер снимки из Турции и семейное видео. Ситуация, да? Но именно так многие люди по незнанию, по советам других людей, не снижают вес, а наоборот увеличивают и получают массу проблем, в том числе и расстройства пищевого поведения. Совершенно не представляя, как это работает и как отразится в дальнейшем на питании, весе, обмене веществ и гормонах, сбивают настройки организма. А вернуться к заводским, как в телефоне, очень сложно и долго. Это уже реалии нескольких лет работы. Смотрите, представьте, что вам сказали, что при каждом следующем эксперименте с питанием снижать вес будет все тяжелее. Что после экспериментов будут срывы и плюсы к начальному весу. Обязательно напишите в комментариях, согласились бы вы на них. Конечно, мы не рождаемся сладкоежками, мы привыкаем ко вкусу сладкого. Вначале это грудное молоко или смесь. Кстати, помните, такие малютка, малыш, какими они были вкусными и приторными. Уже выросло целое поколение людей, зависимых от сладкого, в том числе из-за этих смесей. В их составе сухое молоко, много сахара, мука и витамины. Я, кстати, его тоже очень сильно любила, ела ложками. Из смеси делали конфеты и ели просто так в сухом виде с ложки. Дальнейшие вкусовые приоритеты зависят от семейных предпочтений. Что стояло на столе? Печенье или фрукты и овощи. Многие люди на момент принятия решения похудеть уже имеют зависимость от сладкого. Причем она довольно сильная. Многие уже пробовали обходиться без шоколада и пирожных какое-то время. Но все равно возвращались к этому предмету обожания, к своей прелести, к эмоциям сладкому. Поэтому, когда курс или марафон по похудению обещает снизить вес и отучить от сладкого, люди идут в надежде избавиться от сладкой зависимости. Но если предлагается есть печенье, конфеты и худеть, то это манит еще больше. Не нужно больше страдать, срываться, обманывать. Все честно, можно быть собой, да еще и худеть. Для организаторов это такой крючок, на который можно сцепить больше желающих похудеть. Ведь решиться на период без сладкого – это больно, тяжело и, ну его, зачем? Жизнь не так коротка, чтобы отказывать себе хотя бы в маленьких сладких удовольствиях. В действительности нет исследований, которые бы доказали, что сладкое мешает похудеть. По сути, сахар – это углеводы, энергия для организма. Для жизни нам нужны белки и жиры и углеводы – вопрос в количестве. Я знаю, что такое запреты и как они действуют на человека. Я испытывала их сама, когда еще не была нутрициологом. И вижу их последствия, когда ко мне приходят уже как к специалисту. Поэтому никогда не запрещаю какие-либо продукты и не представляю их как зло на планете Земля. Ну что будет, если я расскажу, как ужасен кусок Наполеона? Что он прибавит жира и килограммы утром? Что вы сделаете? Правильно, так же будете его есть, только любить еще сильнее. Почему? Потому что начнете относиться к нему как к бэтбой, плохому мальчику. А как раз на таких мы и залипаем. Возможно, он даже вам приснится. Я про Наполеон. А потом, в один момент, вы психанете. Или на работе, или дома проблемы случатся. И бац, целый торт у вас внутри. И хорошо, если остановитесь на этом. Многие не могут взять себя в руки неделями. А за это время просто сумасшедшая прибавка в весе. Поэтому я разрешу. Но, во-первых, дам рецепты, как готовить, чтобы тот же Наполеон вместо 300-500 калорий получился всего на 150. А во-вторых, расскажу, когда его можно есть в зависимости от цели удержать или снижать вес. Когда вы слышите, что вам разрешат сладкое, ваш мозг быстрее одобряет решение идти на такой курс или марафон. Но перед вами встает новая проблема. Это ограничение порции. А вернее, нужно иметь силы остановиться. Долька шоколада, зефир полторы штуки, пастила 30 грамм. И это на весь день. Которые только раздразнили вас, а хочется еще. Ну и точно не стоит полагать, что худеть и есть сладкое в каждый прием пищи реально. Мой метод работы с лишним весом – это исключение сладкого на начальном этапе, но только ограниченное время. Возможно, вы сейчас скажете, ну, это устарелые взгляды и тому подобное. Но поверьте, когда сталкиваешься с людьми весом 100-160 кг, у которых реальные проблемы со здоровьем, нужны действия и план, который действительно им поможет. Они просто не могут совладать собой и остановиться. Им очень сложно. Они не дают себе отчет, а после приходят в себя, но уже съели целую шоколадку или упаковку печенек. Им нужно помочь в их зависимости сделать все, чтобы они смогли контролировать себя, а не провоцировать долькой шоколада. Зависимость от сладкого существует. И это не шутка, это заболевание. У сахара схожее действие с алкоголем и наркотиками. Он высвобождает дофамин, гормон удовольствия, дает кратковременный прилив энергии и оставляет чувство непреодолимого желания повторить это ощущение снова. Большинство людей с лишним весом, а точнее практически все, кто приходят на программу Нутрициологика, мечтают освободиться от зависимости сладкого, но не знают как. Все, что они пробовали, не помогало. И они не верят, что справятся. Зависимость действительно мешает снижать вес и восстанавливать здоровье. У многих уже есть инсулинорезистентность, которая неизбежно ведет к сахарному диабету. Как скоро, зависит от того, сколько времени пожелудочная железа сможет вырабатывать инсулин в больших количествах, чтобы снижать содержание глюкозы в крови. Как только она истощится и перестанет справляться, возникает сахарный диабет 2 типа. Так вот, важно сделать все, чтобы человек с сахарной зависимостью почувствовал себя лучше и даже увидел изменения по анализам. А что я имею в виду, когда говорю про самочувствие? Это перестал постоянно хотеть есть, постоянно что-то жевать. Начал нормально спать. Как бы противоречиво это ни звучало, но сахар отупляет, в прямом смысле тормозит наши мозговые функции. Не оправдывайте свою сахарную зависимость, что вашим мозгам нужна конфетка. Это манипуляция. И наконец говоря о самочувствии, говорим об улучшении настроения и об отсутствии депрессивного настроения. Поэтому временно исключить сахаросодержащие продукты необходимо, но только в начале пути. Важна долгосрочная перспектива снижения и удержания веса, а при строгом запрете это невозможно. При похудении важно выровнять выбросы инсулина, гормона которой не дает худеть. Исключение сахара способствует процессу снижения веса, чтобы не стоять на месте, чтобы не откатываться обратно. Невозможно избавиться от зависимости, например, к сигаретам, если человек продолжает курить по одной в день или иногда по праздникам. Есть и такие, кто курит только на работе. Это абсурдно ведь так? Зависимость от сладкого не такая сильная, но с ней не все могут справиться. На 6 недель, столько длится курс, мы просим избегать и ограничивать все возможные точки соприкосновения со сладким. Делаем ревизию шкафов на кухне, совсем всех, чтобы не оставались заначки. Не посещаем места, куда вы ходили раньше и они ассоциируются у вас с мороженым, пирожным, чтобы они перестали быть для вас таковыми. Проще всего избегать их это время. Поверьте, от этого будет вау-эффект, когда вы придете туда снова, но уже без зависимости, свободная от сладкого. Задача, чтобы на глаза не попадались шоколад, выпечка и другое. Даже в магазине избегать такие ряды. За это время успевает сформироваться устойчивость и самоконтроль. Самое ценное, что только может дать вам курс или марафон. Кстати, на эту тему было исследование. Изучали головной мозг людей в прошлом, зависимых от алкоголя и наркотиков. И заметили, что префронтальная кора головного мозга у выздоровевших людей толще, чем у нестрадающих с зависимостями. Именно эта зона отвечает за самоконтроль человека. Отсюда следует, что если тренировать этот навык, то кора становится толще, а с зависимостью нужно и можно бороться. Мне кажется, у меня она точно толстая. Поэтому совсем убрать сладкое на первое время, это не жесткая рекомендация, а тренировка самоконтроля, которая очень нужна в обычной жизни. Когда вокруг просто изобилие сладостей. Вы скажете, что совсем без сладкого, да еще и на 6 недель невозможно. Возможно. И я не обещаю, а знаю и вижу, это получается у многих. Даже у скептиков и жутких сладкоежек. Весь секрет в питании, которая подстроена так, чтобы сладкого не хотелось. Чтобы не было чувства голода. А теперь представьте, что вам еще дали рекомендации по колоражу, режиму питания и разрешили есть сладкое. Чтобы вес снижался, многие ограничивают себя в углеводах. И большее их количество, естественно, приходится на сладости вместо углеводов, которые дали бы вам насыщение. Каша, хороший хлеб, макароны. Очень сложно не сорваться, когда чувствуешь голод раньше времени приема пищи. И голод самое нежелательное чувство при снижении веса и перспективах его удержания. Чувство голода и отсутствие насыщения для многих становится непреодолимым препятствием на пути к снижению веса. В тот самый момент, когда вы съедите разрешенную сладость, в организме резко повысится глюкоза. В ответ на это поджелудочная железа выбросит инсулин, который доставит глюкозу к клеткам. При инсулинорезистентности клетки голодные, так как утрачивают чувствительность к инсулину. Но в крови просто куча сахара. Именно поэтому вы хотите постоянно перекусить, желательно сладким. Нечувствительные клетки раздражают центр голода, заставляя вас есть еще и еще больше. Вы чувствуете усталость и настроение так себе. А все потому, что глюкоза не превратилась в энергию, а отправилась прямиком в жир. А что же после этих 6 недель запрета на сладкое? Все просто. Мы его разрешаем. Но вот в чем дело. Большинство его не хотят. А те, кто пробует, говорят, ой, мне приторно, слишком сладко, невкусно. Неудивительно, ведь рецепторы во рту обновились и для них это слишком too much. Не советую приучать себя к ним обратно. Сладкое может быть в вашем рационе и как удовольствие, но иногда. Это знаете, как бокал шампанского на Новый год или каждый день по бокалу. Разница понятна. Надеюсь, это видео помогло избавить вас от иллюзии похудения. Ставьте лайк, если было полезно. Скоро увидимся. Пока-пока.